Данил Чащин У нас совершенно волшебный повод для встречи, помимо всего остального, Театр наций, Живой труп по мотивам пьесы Льва Толстого, так у Льва Николаевича незаконченная пьеса называется. В вашем варианте с прекрасным актерским составом спектакль называется «Живой т». И, конечно, здесь в этом есть игра. Расскажите, какая? Когда я предложил это название в Театр наций, Евгений Витальевич Миронов сказал, опять про смерть, у нас все живой труп, вот нас сейчас людям не очень хочется про смерть, вот давай живой назовем, пускай будет живой, но это как шутка началось. А потом называть «Живой труп», потому что это все-таки по мотивам этой пьесы. Мы ее, ну не то что переписали, мы ее сильно сократили и добавили еще дополнительно вот линию Льва Николаевича и Софьи Андреевны. То есть «Живой Толстой» еще здесь, да? Да, есть еще и сам автор, здесь зашифрован «Живой Толстой». Ну, я посмотрел кое-какие материалы, слава богу, сейчас в соцсети позволяют. И, конечно, любая творческая экспедиция – это всегда штука, которая очень питает, наверное, мне хочется в это верить. Насколько путешествия «Железнодорожная станция Остапова», печально известная, «Дом Волконских» и так далее, и так далее, насколько они напитали вашу команду? Ну, они в первую очередь напитали, знаете, тимбилдинг, да, мы сплотились. Тем более мы еще были проездом на Куликовом поле, и там наша экскурсия заканчивалась тем, что на Куликовое поле собрались разные княжества, уехал русский народ. Мне кажется, наша команда, так же мы приехали отдельно взятыми людьми, а уехали единым театральным коллективом, единой командой. Ну и, конечно, Ясная Поляна – прекрасное место, и Остапа – прекрасное место, потому что там сохранилось все так, как было, и мы можем посмотреть, как это было при Льве Николаевиче. Мы были именно в том месте, где он написал «Живой труп», и сделали там фотосессию. Ну, как-то у актеров называется «Зазерниться», найти эту атмосферу, почувствовать ее. Плюс у нас были две прекрасные лекции, экскурсии, и какие-то новые вещи мы узнали про Льва Николаевича, про Софью Андреевну. В общем, это было очень так содержательно. Ну, экскурсия может быть ужасным времяпрепровождением, а может быть настолько, опять же, вдохновляющим. Что вы узнали, несмотря на то, что готовились наверняка очень основательно, что вы узнали от живых людей? Ну, то, что Льв Николаевич любил гулять в лесу, причем так, что он любил гулять так, чтобы заблудиться, чтобы его никто не мог найти. Мы нашли эту его любимую лаву, эту скамеечку его, там возле нее даже сфотографировались. Вот, я подумал, почему так далеко он вообще любил уйти, и для меня это стало каким-то моментом размышления. Мне кажется, его цель была забыться, потеряться, запутать след так, чтобы его никто не нашел. Мне кажется, это и отразилось в его произведениях. Не только же он Трупин, и у остальных, мне кажется, он так периодически, как будто бы хотел сделать такой побег. Он же не одинок. И вам так хочется сделать, и мне, и всем, кто в студии находится, наверняка сейчас нас слушают. Каждому хочется найти такую скамеечку, и время от времени, от этого сумасшедшего дома, от этих счетов, от этих управляющих, от этих, понимаешь, философий и прочего. Дневники же это все показывают очень наглядно. Сегодня Лев Николаевич такой, а завтра он совершенно другой. И в этом прелесть жизни. Вот какие-то прям совсем специфические вещи, которые помогали бы работе над спектаклем живой. То, что Лев Николаевич ушел из Ясной Поляны и поехал в сторону Остапова. Ну, многие знали про попытку самоубийства Софьи Андреевны, что она бросилась в пруд. Но есть еще вторая попытка самоубийства, в которой я не знал, что она брала молоток, била себя в грудь, в сердце этим молотком, кричала разбейся сердце. Я этот момент не знал, что она накалывала себя какие-то иголки, спицы. Это стало тоже... Не чувствуя боли. Не уверен. Я это точно знаю, потому что я разговаривал как раз с... Ну, неважно, там остались документы. Она потом говорила, что в этот момент, то есть это был такой психологический аффект, что она не чувствовала боли. И этот момент вошел в спектакль, с этого начинается у нас спектакль, когда она бьет себя в сердце молотком. Еще добавление, почему у нас так называется. У нас живой труп – это персонаж. Он даже в программке у нас прописан. Живой труп. И отдельный артист Георгий Абад заиграет. И у него нет слов, но он присутствует практически во всех сценах. Это такой... Это труп, но он живой. Он присутствует среди них. Они его не видят, но чувствуют запах какой-то неприятный. Открывают форточки, пытаются проветрить. Берут какие-то освежители воздуха. Вызывают какую-то клининговую компанию. Пытаются от этого запаха избавиться, но труп не исчезает. Это гипертрофированное объяснение того, как сгущается атмосфера, как меняется все, когда уходит любовь, взаимопонимание. Ну да, это вообще спектакль про развод. Про отношения, которые истончаются, которые заканчиваются, как этот труп зарождается. Он сначала может быть очень небольшой, он сначала может быть абсолютно не такой главный. Но со временем, когда мы его вовремя не закопаем, он может все больше и больше сам говорить нам, что делать, владеть ситуацией. Это такая бомба смерти замедленного действия. Если мы вовремя не разминируем, то она может в конце взорваться. Ну, был такой великий человек, бахтин. Вот у него такая теория, придуманная и объясненная. Карнавализация процесса и вот это бахтианство исповедальное, когда смешивается с фантастическим, а очень серьезное с безумно смеховым балаганом. Мне кажется, это тоже в вашей природе. Ну, меня часто сравнивают, да. Кто-то критики, когда пишут про мои спектакли, приводят эту фамилию. Да, и у нас он тоже труп, не совсем труп. У нас такой какой-то злой клоун, который, выражаясь сегодняшним языком, троллит их, пародирует, издевается над ними. Но они сами его создали. Они его создали, и он им постепенно начинает мстить. Ну, видите, я этого не знал про критиков, но это единомыслие в хорошем смысле. Это заметка, конечно, да, она мне приятна. Тем более, что я просто посмотрел ваши работы в Тюмени и Иванов. Я тоже увидел вот этот вот... Наверное, это парадоксальная история, когда обостряются очень сильно ситуации и возникают крайние точки, потому что современный театр, наверное, трудно поверить, когда человек просто сидит и плачет. И вот начинают там слезы у него текут. Как-то вот в эпоху уже пост-постмодерна и так далее. Наверное, это не очень работает. Даже в нашей жизни, когда бывает, я и сам и наблюдал, и само это происходило, в какие-то моменты большой какой-то трагедии, драмы, смех вызывается как некая защитная реакция. Это абсолютно не специально это вызывается. Но и когда ты смешиваешь эту всю историю, это больше, например, жизнь как раз. Там даже у меня сцена есть, когда Федя заводит отношения с Машей, с Ганкой. Они начинают танцевать медленный танец, начинают смеяться. Вот когда артист к зрителю появляется лицом, он смеется. Но когда он поворачивается, это очень напоминает плач. Хотя он продолжает смеяться, но вот эти его дорожащая спина, и так же она, когда они поворачиваются. И непонятно, они смеются в это время или плачут. А давайте напомним некоторым нашим зрителям, кто в свое время просто не дошли руки до этого толстовского произведения. Там же очень хитрая интрига. Отчего там они спасаются мнимым убийством главного героя Федя Протасова? Ну, они не могут развестись. Чтобы развестись в то время, это мог сделать только Святейший Синод. То есть каждый развод занимался Святейший Синод. Развод может быть только в том случае, если. Там есть четыре пункта, которые очень мало осуществимы. Если супруг пропал без вести. Чтобы доказать, что он пропал без вести, то супруга должна была объездить все губернии, получить справку, что в этой губернии его нет. Ну, в общем, тяжелейшие тегомоты. Главное, что еще должна быть причина прелюбодеяния супруга, но прелюбодеяние должно быть свидетельствовано тремя свидетелями. Именно факт прелюбодеяния. Да, что очень легко сделать. Да. То есть, ну да, как вы понимаете. И они все... Ну, при этом мы, когда вот мы с Димой Лосиньковым исполнителем главной роли Феди Протасова тоже про это говорили, почему это сегодня, Федор сам не хочет разводиться. О его эти отношения, какие бы ни были сложные, это все-таки он любит свою жену. И он придумал причины, почему он не хочет разводиться. И понимает, что правильнее оставить ее. И придумывает эту историю, что он фейково подстраивает свою смерть и живет параллельно с жизнью, но потом это выясняется, и они становятся преступниками, потому что Лиза выходит замуж за Виктора Каренина. И это реальная история, да? Да, да, да. Это история, которая произошла во время Толстого. Он был так ей, ну, даже не знаю... Впечатлен. Впечатлен, да, возмущен, что написал пьесу «Живой труп». Я думаю, что без настоящего такого актера на роль Федя Протасова, наверное, бессмысленно было бы начинать. Как вы подобрали артиста? Пришли ли вы к Евгению Миронову уже с готовым кастингом? Как это было все? Путь был термист. Потому что я эту пьесу не в этом сезоне захотел ставить. Это было еще с другими театрами, я предлагал. Но всегда упиралась ситуация в том, что нет Протасова. Если нет Протасова в театре, то нет смысла и ставить. В Театре нации это идеальная ситуация, потому что это театр, где можно приглашать актеров, каких хочешь, с кем договоришься. С Димой мы должны были делать другой проект. Ну, то есть из пандемии он ушел чуть дальше. Время было свободное у него и у меня. Я подумал, почему бы нам не поработать над этим проектом. А Дима, мне кажется, ну, может, все. Он очень хороший артист, наверное, один из ведущих сегодня артистов. Мы шутим, вот про «Золотую маску» начали. Где Дима играет, он везде получает «Золотые маски». То есть спектакль, где бы он ни играл, там, иранской конференции или «Преступление наказания», он, если спектакль становится с «Золотыми масками», я говорю, что Дима... Ну, иранскую он увелся, будем здесь проведать. Но, тем не менее, все-таки участвует. Ну, и до этого там была оптимистическая трагедия. Рыжакова, вашего хорошего учителя, скажем так. И я шутил, что, Дима, ты мой талисман, мы тебя специально берем. Он говорит, нет, я просто проект правильно убираю. Вот, так что, нет, за Димой, конечно, ну, все, конечно, крутится вокруг этого персонажа. И, конечно, Федя очень важно. Николай Симонов, вот кто из необходимых и совершенно недостаточных, если это нехорошие люди, а в данном случае абсолютно достаточных для того, чтобы сделать отличный спектакль? Кто еще вас сопровождал? Николай Симонов – художник. Анна Хрусталева – художник по костюмам. Иван Виноградов – художник по свету. Алексей Ермолаев – художник по анимации. Александр Андреяшкин – художник по пластике. Автор сценировки, ну, сценической адаптации Юлия Поспелова. Но вы с ней не в первый раз работаете, да? Да, да, да. Ну, и с Лешей Ермолаевым тоже, и с Николаем Симоновым тоже. Впервые работала с Анней Хрусталевой, с Иваном Виноградовым, но увидел их работы, впечатлен, поэтому команда у нас Dream Team. Елена Николаева? Ну, актриса, да. Причем там тоже был кастинг, я не был с ней знаком, не видел никаких работ, и искал, и вот она, помню, пришла на кастинг, причем она пришла босая, потому что у нее в этот день был спектакль в Театре нации на малой сцене, она босая тоже играет, она сделала педикюр себе, и, в общем, я помню, пришла какая-то странная женщина босиком ко мне на кастинг. Сезария и воры. Да, 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 но я, во всяком случае, запомнил ее. Вот Лена Николаева прекрасно работает, Людмила Трошина, Олег Савцов, Георгий Абадзе, Лиза Юрьева, Виктор Николаевич Кулюхин, Сергей Колесников, причем все артисты, с которыми работаю впервые, кроме Кулюхина, мы с ним работали в МХТ. Для меня такая новая была команда, но это было интересно. Я хочу вам сказать, что у нас сегодня, по-моему, премьерный случай, когда режиссер спектакля назвал всех. Я прям заслушался, честно говоря. Обычно это... Я же никому не забыл, да? Сейчас они посмотрят и обидятся. Ну, на всякий случай, я тогда прошу прощения за Данила. Что будет дальше? С этим все понятно, но все-таки вы, наверное, мыслите на сколько? На два-три года вперед? Как вы проект рассчитываете? Да как-то я... Пошло у меня как-то все. У меня 24-го года все разбито. Да, 24-го года. Это не только московские и питерские театры? Новосибирский театр «Старый дом», Псковский театр имени Бушкина, Екатеринбургский театр «Светловская драма» и Екатеринбургский тюз, я два спектакля буду в Екатеринбурге ставить. Это что касается регионов. Спасибо вам большое, Данил. Удачи. Я думаю, что это будет очень интересно. Еще Омский театр. Таня Тони тоже обидится, а Омский театр у меня премьера в этом сезоне будет. Сегодня в главной роли Данил Чащин, театральный режиссер. Вам низкий поклон, что были в нашей компании. Увидимся обязательно. Данил Чащин tired. Субтитры создавал DimaTorzok